Друзья, приветствую вас на медицинском канале. Сегодня снова поговорим о секретах омоложения. Старение всегда считалось физиологическим процессом, не требующим вмешательства. Однако человек пытается отодвинуть этот рубеж своей жизни любой ценой. Прогрессивные ученые уверены, что старение — это болезнь, и ее можно лечить. Причем лечить можно начинать с любого возраста. Единственным неоспоримым установленным фактом в геронтологии, так называется наука о старении, является зависимость процессов старения любого биологического объекта, а не только человека, от состояния теломер, то есть концевых участков хромосом. От длины концевых участков хромосом теломер напрямую зависит продолжительность жизни клетки и количество циклов ее деления. Чем крупнее и длиннее теломеры, тем дольше будет жить человек и оставаться молодым. Какие исследования теломер и теломеразы оказались сенсацией? Какие закрытые исследования в этой области ведутся сегодня? Эксперименты на себе. Человек, удлинивший свои теломеры. Кто он? Что можно сделать, чтобы удлинить свои теломеры без дорогостоящего вмешательства в генетический аппарат? Об этом пойдет речь в этом видео. Во-первых, давайте разберемся, что такое теломеры и как они выглядят. Теломеры, если их рассматривать в микроскоп, выглядят как белые пятнышки на концах каждой хромосомы. Это своеобразные колпачки, защищающие внутренние участки хромосом. К сожалению, при каждом копировании ДНК часть их теряется. Теломеры состоят из сотен или тысяч повторений, одной и той же короткой последовательности ДНК, которая специфична для разных организмов. У человека она выглядит как 5-тета-а-дж. GG3. Буквы означают цепочки аминокислот, например, тиамин, гуанин и так далее. При каждом копировании эти теломерные повторы как бы медленно съедаются и с каждым циклом деления, к сожалению, копируются иногда с ошибками. Одной из причин старения организма считается способность клеток делиться лишь конкретное количество раз. Каждый раз после этого ДНК человека укорачивается. После того, как клетки прекращают процесс деления, очень быстро наступает смерть. Как теперь научно доказано, люди с более длинными теломерами не только живут дольше, но они остаются и здоровыми дольше, чем люди с более короткими теломерами. Для того, чтобы оставаться молодым дольше, нам нужны более длинные теломеры. Оказывается, чем короче теломеры, тем больше видимых изменений, например, старение кожи и появление седины. Также увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показали, что короткие теломеры с возрастом снижают и умственные способности. У людей, которые выглядят старше своего возраста, теломеры более короткие. Изучение теломер сегодня считается одной из главных возможностей для поиска лекарств против возрастных заболеваний, лечения старости и даже возможности запустить процессы старения вспять, то есть реального омоложения. Вы не поверите, но уже есть люди, на которых эти экспериментальные методики испытаны. И о них мы также поговорим в этом видео. Известно, что теломеры у молодых людей имеют длину, эквивалентную в 8-10 тысячам нуклеотидов. По мере взросления и старения они сокращаются и в какой-то момент достигают критической длины. Именно тогда клетка прекращает делиться и умирает. Фактически, ученые уже сегодня нашли способ удлинить теломеры примерно на тысячу нуклеотидов, обращаясь спять в внутренние часы организма. А это эквивалентно многим годам естественного старения. Такой способ многократно увеличивает возможности по изучению клеток и тестированию новых лекарств на клеточных моделях различных заболеваний. Исследователи провели эксперимент, в ходе которого культивировали человеческие клетки и увеличивали их теломеры. В результате основная группа клеток дольше вела себя как молодая, размножаясь внутри чашки Петри, тогда как контрольная группа, на которой не испытывали новую методику, быстро начинала стареть и увядать. Новая технология включает в себя использование модифицированной РНК и позволяет культивировать большее количество клеток для проведения экспериментов по испытанию лекарственных препаратов. Клетки кожи с удлиненными теломерами ученые смогли поделить на две новые клетки и повторить этот процесс 40 раз. В случае с клетками мышц такой процесс удалось повторить три раза. То есть речь идет о трехкратном увеличении продолжительности жизни этих клеток при воздействии на них модифицированной РНК по сравнению с контрольной группой. Ценность и уникальность новой технологии состоит в том, что методика имеет временный эффект. На первый взгляд кажется, что это не плюс, а минус. Но дело в том, что неконтролируемое деление клеток в теле человека связано с огромным риском быстрого развития рака. Поэтому постепенное и поэтапное удлинение теломер гораздо безопаснее любых других методик. Далее я предоставлю еще более сенсационные факты, но прежде разберемся, что такое теломераза. А рассказывая о теломерах и теломеразе, не обойтись без упоминания о лимите Хейфлика. Эта теория была выдвинута в 1961 году американским ученым Леонардом Хейфликом, профессором анатомии Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Он обнаружил, что даже в идеальных условиях клетки способны делиться лишь ограниченное количество раз, а при приближении к лимиту проявляют признаки старения. Такой лимит делений был установлен для клеток практически всех многоклеточных организмов. Максимальное число делений различно и зависит от типа клеток и еще сильнее различается в зависимости от организма. Так было выяснено, что для большинства человеческих клеток этот предел составляет 52 деления. Более того, оказалось, что с увеличением возраста человека число делений, которые были способны совершить клетки организма, существенно уменьшалось. То есть в организме любого живого существа находится нечто вроде биологических часов, счетчика делений, которым установлен лимит общего количества делений клеток нашего организма. Этот предел был назван лимитом Хейфлика. Из вышесказанного формируется теломерная теория старения. Во-первых, не забываем, что действует мощная программа на самоуничтожение, запрограммированный процесс, который, и это интересно, иногда дает сбой по отношению к здоровым клеткам, которым еще необходимо функционировать. Все происходит на уровне ДНК в ядре клетки. Пока клетка живет, в ее ДНК происходят поломки и ремонт. Собственные белки восстанавливают поврежденные участки спирали, которые появляются довольно часто, но не всегда они делают свою работу правильно. Порой наоборот, разрушает спираль, и такая группа белков работает в каждой клетке нашего организма. С одной стороны, их роль невозможно переоценить. Они разрезают, вырезают, лечат, склеивают нити ДНК. Однако иногда вред такого восстановления также огромен, как и польза. За разорванный участок ДНК они принимают естественные концы хромосом и склеивают их с другими. Так нарушается генетическая цепочка, что приводит к развитию тяжелых заболеваний. Однако хромосомы защитились от таких белков исправителей. На их концах расположены теломеры, которые предотвращают случайное склеивание. Рой теломеров охватить нить ДНК и защитить от несанкционированных действий так называемых восстановителей. Кроме того, наше тело не является в полном смысле закрытой системой. По достижении определенного возраста обменные процессы со средой замедляется. Скорость восстановления уже значительно отстает от скорости разрушения. Реально ли ускорить скорость восстановления настолько, чтобы превысить энтропийные процессы в теле? Другими словами, чтобы превысить скорость разрушения? Ответ на этот вопрос нам подскажет бессмертная мездуза Туритопсис дорнии, которая не только не стареет, но и умеет молодеть, вплоть до состояния простейшего, и может повторять этот процесс снова и снова. Другой пример нестареющих организмов – голый землекоп, амар и гидра, которые не имеют никаких признаков ухудшения функционирования с возрастом. А видео о голом землекопе вы можете посмотреть на медицинском канале. Итак, мы подобрались к наиболее интересной теломерной теории старения. А что же люди, как говорилось ранее? Американка Лиз Перриш – это первая женщина на Земле, которой искусственно изменили гены. Она совершила невероятный научный прорыв. 50-летняя стройная блондинка – самая узнаваемая в информационном пространстве по теме биохакинга, старения и долголетия. В 2015 году она прошла курс лечения генами теломеразы в Колумбии, так как в США такие опыты запрещены. Друзья, наберите в поисковике фразу «Элизабет Перриш о омоложение». Я, к сожалению, не могу дать ее фотографию. Увы, это новые правила Ютуба. Элизабет сообщила, что увеличила свою мышечную массу и удлинила теломеры, используя терапию с геном теломеразы. Ей удалось за год удлинить теломеры примерно на 20%. Результаты исследования показывают, что состояние теломер и еликоцитов соответствует организму 30-летней женщины, а внутренние органы омолодились на 20 лет. Длину теломер измеряла независимая компания. Теперь Элизабет Перриш, рискнувшая своим здоровьем ради эксперимента с омоложением теломер на два десятка лет, ходит в руководство фирмы, разрабатывающей препарат для вечной молодости. Ученые Хьюстонского исследовательского института провели успешные опыты по генной терапии на культурах клеток человека, удлинив теломеры и таким образом затормозив преждевременное старение клеток, взятых у больных прогирией. Напомню, прогирия – это заболевание, сопровождающееся ускоренным старением, когда человек проходит путь постепенного старения не за 80 лет, а за 12. Другой способ удлинения теломер и продления жизни предложили израильские ученые. Более того, они даже впервые обратили вспять биологический процесс старения человека. Они взяли 35 здоровых добровольцев в возрасте более 64 лет и 5 раз в неделю заставили их сидеть по полтора часа в барокамере и дышать чистым кислородом под давлением, чтобы он эффективнее разносился по организму. Такая методика называется гиперборической оксигенацией. Продолжали они эксперименты 3 месяца подряд. Исследователи Университета Тель-Авива, проводившие эксперимент, установили, что за период испытаний у пожилых людей на 20% увеличилась длина теломер и на 37% уменьшилось число старых клеток. У израильских испытуемых теломеры удлинились, омолодились примерно на 25 лет. Однако стоит отметить, что чистый кислород – это токсичный газ, сильный окислитель. Отсюда популярная теория о свободных радикалах, виновниках старости. Поэтому не стоит сломя голову бросаться в барокамеру. По-видимому, здесь имеет огромное значение точная доза кислорода и дозированное время экспозиции в барокамере. Вспомните покойного Майкла Джексона, ведь он приобрел кислородную капсулу-барокамеру за 100 тысяч долларов и утверждал, что будет жить 150 лет, а умер 50. Сейчас, начитавшись про чудо омоложения, открытое в Израиле, богатые люди кинутся скупать барокамеры, а в салонах красоты и в частных медицинских центрах введут супермолодильную процедуру чистым кислородом. Пандемию мы все теперь наслышаны про целебное действие гиперболической оксигенации, поэтому доступ к барокамерам с целью омоложения вы получите в лучшем случае через год. Еще один способ удлинить свои теломеры предлагает крупная биотехнологическая компания США. В нашем теле синтез теломеразы, способный удлинять теломеры, снижается по мере старения организма. Однако сегодня существуют медикаментозные средства, которые помогают скорректировать этот процесс. Крупная биотехнологическая компания США, не буду ее называть, чтобы не сочли за рекламу, сумела отыскать молекулу, которая стала базой первого активатора теломеразы. И называется она ТА-65. Эта молекула была получена из корневища перепончатого острогала. Это лекарственное растение с давних времен применялось в китайской медицине для профилактики раковых заболеваний. Именно эта молекула может активизировать теломеразу. Молекула ТА-65 и метод ее получения запатентованы. Лекарство от старости не имеет общедоступного характера и стоит дорого. Так, чтобы получить минимальный объем ТА-65, нужно переработать примерно 5-6 тонн сырья. Поэтому доза активного компонента, которая находится в одной капсуле, может приравниваться к нескольким литрам экстракта. А для достижения стойких результатов омоложения требуется применять средство минимум 3 месяца. Поэтому заменить препарат употреблением экстракта астрогала не удастся из-за объемов. Как же действует эта молекула? При проникновении в системный кровоток молекула попадает в клетку и активизирует функции гена, который отвечает за временную активизацию теломеразы. Благодаря этому фермент начинает формировать конечные зоны хромосом за счет добавления оснований нуклеотидов. В результате клетка наращивает теломер и получает новую возможность к делению и функционированию. Таким образом продолжается ее жизнь. Можно сказать, что клетки из старейших трансформируются в молодые и активные. Вот в чем состоит воздействие ТА-65. Когда человек прекращает употреблять ТА-65, теломераза снова снижает свою активность. Это значит, что стимулирование теломеразы носит временный и контролируемый характер. Предельный объем активного компонента в крови достигается спустя 3 часа после применения вещества. Исследования препарата проводились на клетках животных и людей. Первая серия экспериментов помогла доказать, что добавление ТА-65 в структуру клеток продлевает их жизненный цикл и позволяет справиться с лимитом Хейфлика. Однако, если мы не можем позволить себе принимать ТА-65, не страшно. Ведь есть альтернативные, проверенные, безопасные методики удлинения и укрепления теломер и активизации теломеразы. Правильное питание, например, ответственно за 80% успеха по удлинению теломер. Остальные 20% приходится на физические упражнения, которые также удлиняют теломеры. Основной нуклеотид теломер, гуанин, обладает повышенной чувствительностью к свободным радикалам. Поэтому подходящий инструмент борьбы с укорочением теломер – это потребление продуктов, богатых антиоксидантами, свежей зелени, фруктов и овощей. Выяснилось, что избыточное общее потребление жиров, в особенности насыщенных, приводит к сокращению теломер. В то же время, полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты, в том числе содержащиеся в морепродуктах, защищают теломеры от укорачивания. Примером рациона, сочетающего практически все, что благоприятно воздействует на длину теломер, может служить средне-земноморская диета, богатая полиненасыщенными жирными кислотами и антиоксидантами, оливковым маслом, рыбой, морепродуктами, свежей зеленью и орехами, лососем, авокадом, яйцами, зеленым чаем, бобовыми, чесноком и грейпфруктами. Если кратко, человек должен вести образ жизни и соблюдать рацион питания, минимизирующий износ организма и предотвращающий повреждения, вызываемые свободными радикалами. Важным компонентом стратегии защиты теломер является употребление продуктов, подавляющих воспалительные процессы. Чем лучше состояние здоровья человека, тем меньше усилий он может предпринимать и наоборот. Следует вести сбалансированный образ жизни и избегать видов деятельности и употребления веществ, оказывающих отрицательное влияние на здоровье и ускоряющих деградацию теломер. А при неблагоприятных стечениях обстоятельств, таких как несчастные случаи, заболевания или эмоциональные травмы, теломерам следует обеспечить дополнительную поддержку. Затяжные состояния, такие как посттравматический стресс, чреваты укорочением теломер. Поэтому очень важным условием для любого типа травмы или неблагоприятного воздействия является полное восстановление. Питание с целью омоложения должно содержать витамины. Начнем с витамина А. По данным исследования, витамин А способствовал удлинению теломер у испытуемых, однако не прямым, а последованным образом. То есть витамин А не оказывает непосредственного влияния на длину теломер, поэтому организм не нуждается в слишком большой концентрации этого вещества. А все больший интерес вызывает витамин Д. И не только в связи с пандемией COVID. Витамин Д способствует активизации синтеза теломеразы. Согласно многочисленным исследованиям, количество витамина Д на уровне 100 мг на литр повышает длину теломеров на 19%. Как достичь такой концентрации вещества в крови человека непонятно. И не принесет ли этот риск отравление? Скорее принесет, чем нет. Поэтому просто целесообразно время от времени проходить курс приема витамином Д, согласно инструкции к этому препарату. Что касается витамина Е, то одна из форм витамина Е, известная как токоферол или токо-триенол, способна восстанавливать длину коротких теломер в фибробластах человека. Поэтому также рекомендовано принимать этот витамин для роста ваших теломер. Лучше в виде полезной пищи, в которой он содержится. Другой известный витамин С также стимулирует активность теломеразы, которая, в свою очередь, удлиняет теломеры. Отсюда выводы. Все эти данные свидетельствуют в пользу того, что употребление определенных продуктов питания, богатых этими витаминами, что предпочтительнее, чем прием аптечных препаратов, вышеуказанных витаминов, способствует восстановлению длины теломер и, таким образом, омоложению. Несколько слов о микроэлементах. Отметим некоторые из них, критично необходимые для роста теломер. Во-первых, это магний. Он играет одну из ключевых ролей в репликации ДНК и синтезе РНК. Магний, содержащийся в пище, оказывает положительное влияние на увеличение длины теломер, а долгосрочный дефицит этого элемента приводит к укорочению теломер. Кроме того, дефицит магния может привести к негативным изменениям в хромосомах и снизить способность организма восстанавливать поврежденные ДНК. Еще магний способен эффективно противостоять оксидативному стрессу и воспалительным процессам. А недостаток магния связан с увеличением негативного воздействия на организм свободных радикалов и укорчением теломер. Отсутствие магния приводит к стремительной деградации теломер и подавляет деление клеток. В день, в зависимости от интенсивности нагрузки и уровня стресса, человек должен получать 400-800 мг магния. Более подробно вы можете посмотреть специальные видео на медицинском канале под названием «Как остановить старение и что принимать для замедления старения». Магний против старения. Цинк – еще один микроэлемент, который рекомендуют принимать в пандемию. А еще цинк играет важную роль в функционировании и восстановлении ДНК. А вот недостаток цинка приводит к появлению большого количества разрывов цепочек ДНК. У пожилых людей недостаток цинка напрямую связан с короткими теломерами. Минимальное количество цинка, которое человек должен получать в день, составляет 15 мг. А оптимальные дозировки составляют около 50 мг в день для женщин и 75 мг для мужчин. Удлинение теломер можно добиться также уменьшением калорийности принимаемой пищи. Есть данные, что снижение количества потребляемых калорий всего на 10% от привычной нормы помогает увеличить продолжительность жизни на 5 лет. При этом переедание и существенное превышение веса снижает длину теломер. Большинство людей не понимает, как правильно нужно питаться. А секрет прост. Для того, чтобы оставаться здоровым, следует сокращать калорийность пищи за счет углеводов. Проведенные исследования показали, что уменьшение количества углеводов приводит к активизации генов, управляющих молодостью и долголетием. А самым действенным способом ограничения калорий является периодическое голодание. Удлинению хромосом способствует также устранение воспалений. Возможно, со временем человеку удастся продлить продолжительность своей жизни и молодости, а сегодня мы должны научиться препятствовать износу организма. Хронические стрессы и инфекции являются самыми мощными причинами, ведущими к укорочению теломер и износу нашего организма. Любое воспаление вследствие инфицирования организма стимулирует продукцию свободных радикалов и вызывает повреждения клеток, снижение активности теломеразы и ускоряет сокращение окончание теломер. Это обусловлено нарушением PH и прочими процессами в организме. Если человек хочет остановить старение и продлить долголетие, нужно приступать к лечению хронических воспалений в организме немедленно. Для этого необходимо своевременно устранять кариозные поражения зубов, простатит, воспаление кишечники, желудки, парадонтоз, гинекологические патологии и т.д. Однако инфекции и вирусы бывают разные. Вот информация о закрытых исследованиях, просочившихся из сети интернета. Исследователи заразили лабораторных мышей вирусом, который активизирует теломеразу, удлиняющие теломеры. Использовали они слабый аденоассоциированный вирус, инфицирующий клетки человека и некоторых других приматов. Этот вирус, по-видимому, не вызывает заболевания человека, а лишь вызывает слабый иммунный ответ. Аденоассоциированный вирус может инфицировать делящиеся и неделящиеся клетки и может встраивать свой геном в геном хозяина. Эти особенности делают этот вирус особенно привлекательным кандидатом для создания вирусных векторов для генной терапии. Так вот, аденоассоциированный вирус предварительно встроили, внедрили в ген теломеразы, в частности в 19-ю хромосому в клетках крови. И в результате такого внедрения в них постоянно синтезировалась теломераза. Экспериментировали на самых обыкновенных мышах. Особи были двух возрастов. Взрослые, то есть те, кому исполнился год, и престарелые, двухлетние, удалось получить контроль над теломеразой таким образом, что можно было включать либо выключать ген теломеразы в любое время по желанию ученых, скормив грызунам особое вещество. Изначально мышки быстро старели. У них раньше, чем у обычных особей, появились старческие нарушения, работа семенников, селезенки, кишечника и мозга. Ухудшилось обоняние. А включение теломеразы сразу омолаживало их, и внутренние органы мышей начинали лучше работать. Мыши стали точнее распознавать запахи, появлялось желание к размножению и так далее. В результате эксперимента престарелые мыши стали жить на 13% дольше, а взрослые на 24%. Поэтому снова вернемся к питанию, включающему и активизирующему наши теломеры. И отметим фолиевую кислоту или витамин В9 в этом списке. Согласно научным данным, уровень концентрации в плазме витамина В9 прямо пропорционален длине теломер. Фолиевая кислота, необходимая для роста клеток и синтезирования белковых соединений, предотвращает преждевременное старение кожи и депигментацию волос, то есть появление ранней седины. А дефицит фолиевой кислоты может привести к повышению уровня гомоцистеина, который, предположительно, является одной из основных причин ожирения заболеваний сердца и болезни Альцгеймера. Потребление в пище свежих овощей, особенно фасоли и зелени, является идеальным способом насыщения организма витамином В9. Ресвератрол – еще одно многообещающее природное соединение, содержащееся в красном сухом вине и винограде сорта «Москатель». Источниками ресвератрола в винограде являются косточки и кожева ягод. Результаты исследований на животных свидетельствуют о том, что ограничение калорийности рациона при сохранении его питательной ценности сохраняет теломеры и увеличивает продолжительность жизни за счет активации гена Сиртуин-1 и повышения синтеза белка Сиртуина. Функция этого фермента в настройке систем организма на работу в режиме экономии и реакциях на стресс, что очень важно для выживания вида в условиях недостатка питательных веществ. Ресвератрол напрямую активирует ген Сиртуин-1, что положительно сказывается на продолжительности жизни. Кроме того, ресвератрол оказывает на организм человека противоопухолевое, противовоспалительное действие, снижает сахар в крови, нейтрализует свободные радикалы, компенсирует влияние жирной диеты и таким образом защищает сосуды и сердце. Омега-3 жирные кислоты – еще одно вещество, непосредственно влияющее на длину теломер. Исследования доктора Харриса, главного специалиста США по части омега-3 кислот, показали, что данные жиры непосредственно влияют на активизацию теломеразы, которая, повторюсь, способна предотвращать укорачивание теломер. Люди, у которых показатель жирных кислот омега-3 составляет менее 4%, стареют значительно быстрее тех, у кого этот показатель превышает 8%. Следовательно, количество омега-3 жирных кислот также влияет на процессы старения. Уточнил, измерением уровня жирных кислот омега-3 в США занимается лабораторией диагностики здоровья в штате Вирджиния. Главным источником жирных кислот омега-3 является масло крылья, обладающее серией значительных преимуществ перед другими источниками омега-3, такими как рыба и жир. Ну и как не упомянуть, в этой связи самый мощный и уникальный антиоксидант чемпиона среди этих веществ – фуллерен. ДНК в клетках нашего организма находится под непрерывной атакой свободных радикалов. У здоровых, полноценно питающихся людей система антиоксидантной защиты частично предотвращает и восстанавливает повреждения ДНК. По мере старения человека его здоровье постепенно ухудшается. В клетках происходит накопление поврежденных молекул, запускающих процессы свободно-радикального окисления и препятствующих восстановлению повреждений ДНК, в том числе теломер. Этот процесс нарастает по принципу снежного кома и может усугубляться такими состояниями, как ожирение, воспаление и другими сопутствующими заболеваниями. Фуллерен – это третья форма углерода. До 1985 года мы знали только об алмазе и графите. Фуллерены – это довольно необычный класс молекул, представляющих собой одну из форм существования углерода, так называемых аллотропных модификаций. Всем известные алмаз и графит тоже ничто иное, как разные аллотропные формы углерода. Однако в структуре алмаза атомы углерода собраны в тетраэдры. Графит состоит из плоских слоев, образованных шестиугольниками, а фуллерены – это шарообразные молекулы с замкнутой поверхностью. Самый простой из фуллеренов содержит 60 атомов углерода и удивительным образом напоминает по своей структуре футбольный мяч. Его поверхность образована чередующимися пяти- и шестиугольниками, причем размер этого мяча составляет всего 1 нанометр. Фуллерены и хводные растворы являются самыми мощными антиоксидантами, однако механизм их действия принципиально иной, чем у обычных антиоксидантов. Фуллерены, как антиоксиданты, тысячу раз эффективнее, чем те же витамины С и Е. Почему? Дело в том, что молекула обычного антиоксиданта действует одноразово. Встретив свободный радикал, она расходуется, модифицируется, образуя со свободным радикалом безвредное соединение. На нейтрализацию одного радикала идет одна молекула антиоксиданта, а молекула фуллерена действует по-другому. Фуллереновый шарик имеет свойство собирать на своей поверхности свободные радикалы, который довольно прочно прилипает к нему, встречаясь на его поверхности, и рекомбинирует, соединяясь друг с другом, образуя безвредное соединение. А фуллерен при этом остается прежним. Он продолжает активизировать, ускорять в тысячи раз соединение, рекомбинацию свободных радикалов друг с другом. Можно сказать, что фуллерен работает точно так же, как каталитический нейтрализатор выхлопных газов в автомобиле. Он нейтрализует свободные радикалы, не меняясь при этом сам. Поэтому даже микродозы фуллерена, сотые и тысячные доли процента, действуют так же эффективно, как в десятки раз большие дозы других антиоксидантов. И после однократного введения фуллереном в организм, их действие длится месяцами. Более подробно о фуллеренах смотрите специальное видео на медицинском канале под названием «Самый мощный антиоксидант, продлевающий жизнь в два раза. Самое значительное открытие 20 века, за которое получена Нобелевская премия». Видео от 12 августа 2020 года. Прежде чем назовем еще одно вещество, влияющее на теломеры, несколько слов о так называемых генах Мафусаила, а точнее Мафусала, так будет правильно его называть. Согласно Библии, это один из праотцов человечества, сын Еноха, потомок Сифа, предок Ноя, старейший человек, чей возраст указан в Библии. Носителем этих генов можно есть все, без разбора. Кроме фермента тела Миразы, который можно управлять при помощи кодирующего гена, направление молодости оказывает влияние гены Мафусала или Мафусаила. Давайте все-таки правильно называть его Мафусала. Название этим белкам дано по аналогии с библейским персонажем, старейшим человеком, прожившим 969 лет. Поэтому имя Мафусала стало нарицательным. Его применяют, когда говорят о долгожителях. Встречается этот ген примерно у 10% людей. Счастливчикам можно меньше заботиться о регуляции уровня инсулина в крови, концентрации холестерина и других веществ в организме. Однако поддерживать здоровье все равно необходимо, иначе природный фактор, подарок предков не поможет, так как ген не сможет самостоятельно обеспечивать долголетие. А теперь о следующем веществе. Сегодня ученым необходимо определить белки, которые образуются под влиянием генов Мафусала. На их основе можно создать эликсир молодости. Известно, что гены Мафусала воздействуют на рецептор инсулина. Вследствие этого рецептор сигнализирует о пониженном уровне сахара, независимо от его реальных показателей. Такой механизм поддерживает здоровье на высоком уровне в течении жизни человека и является мощным фактором долголетия. Следует отметить, что именно поэтому диабетические лекарства, снижающие уровень глюкозы в крови, продлевают жизнь. К таким относятся, например, метформин. Геронтологи смотрят на это лекарство с надеждой, и у них есть для этого серьезные основания. Какие? Опять-таки, друзья, более подробно про этот уникальный геропротектор смотрите специальное видео на медицинском канале под названием метформин. Старость уже можно лечить. Еще один способ воздействия на теломер – это повышение НАТ-плюс и сиртуинов. Следует отметить, что этот кофермент играет огромную роль в продлении молодости. Никотин, амид, аденин, динуклеотид или сокращенно НАТ – кофермент, имеющийся во всех живых клетках. НАТ существует в двух формах – НАТ-плюс и НАТ-докс. В метаболизме НАТ задействован в окислительно-восстановительных реакциях. В живых организмах НАТ синтезируется из аминокислот аспартата или трептофана. Вещество влияет на активность белков-сиртуинов, которые непосредственным образом связаны с омоложением нашего организма. Именно они регулируют фермент теломераз. Чем больше НАТ-плюс, тем активнее сиртуины и тем дольше живет биологический объект. И именно через них человек может удлинить теломеры. Без генетиков. Чем старее клетка, тем в ней меньше содержит сиртуинов, а больше ацетильных групп. Именно это приводит к изменению структуры ДНК и, как следствие, к тяжелым заболеваниям. Отсюда вывод. На старение клетки оказывает влияние внешние факторы, и человек может самостоятельно воздействовать на фактор старения. Все это очень сложно, возможно, скажете вы. Что ж, перейдем к максимально простым и эффективным способам удлинения наших теломеров и начнем с физической нагрузки. Группа немецких ученых обнаружила, что регулярные интенсивные физические нагрузки предотвращают укорочение теломер, активируют фермент теломеразы. А ученые из США уточнили, что именно аэробная нагрузка особенно колерирует с длиной теломер в хромосомах человека. Таким образом, лучшие упражнения для удлинения теломер – это длительный бег, ходьба в гору, велосипед и другие упражнения на выносливость. Для получения эффекта выполнять их следует не менее трех раз в неделю по 45 минут. Также эффективны высокоинтенсивные интервальные тренировки, но они подходят лишь здоровым людям, так как дают сильную нагрузку на организм. Сегодня учеными доказано, что длина теломер больше у тех людей, кто регулярно занимается спортом с невысокими нагрузками, такими как бег трусцой, велосипедная езда, пешие прогулки. Силовые же виды спорта, например, бодибилдинг, не показали какого-либо влияния на длину теломер. Кроме того, спорт – это альтернатива целенаправленному недоеданию. Он позволяет сжигать лишнюю энергию, одновременно с этим снижать уровень инсулина и повышать активность генов молодости, сиртуинов. Но все же занятия не означают, что позволено забыть о здоровой еде. Исследования показали, что у людей, ведущих активный образ жизни, продолжительность больше на 9-10 лет. Да и выглядят они моложе, согласитесь. Еще один максимально эффективный способ удлинения теломер и омоложения – это беременность, хотя такой способ, конечно, доступен не всем. В этом состоянии организма теломераза подвергается активизации с помощью гормона эстрогена. Известно, что количество этого гормона увеличивается при беременности. Поэтому у многодетных женщин, согласно исследованиям, обычно большая длина теломер. Эта особенность является одним из факторов большей продолжительности жизни у женщин по сравнению с мужчинами. Следующий метод удлинения теломер доступен абсолютно всем. Это медитация, хотя бы потому, что она избавляет нас от стресса. Почему стресс так вреден? На самом деле, периодически испытывать стресс полезно. Это мобилизует защитные системы организма и даже укрепляет иммунитет. Но страшнее хронический стресс. Каждый день по капле он убивает тех, кто, например, не способен прекратить токсические отношения, сменить работу, а иногда просто изменить взгляд на жизнь. Такой стресс приводит к увеличению гормона стресса в крови и к преждевременному укорочению теломер. В результате человек начинает быстро стареть. Однако этот же фактор говорит о том, что на длину теломеров можно влиять. Для этого желательно ограничить факторы стресса в своей жизни. Управление стрессом способно оздоровить клетки и замедлить старение. А наилучший практический способ это сделать – включить в свой ежедневный режим медитацию. Если еще несколько лет назад медитация казалась чем-то исключительно религиозным или духовным, то сегодня о ней говорят психологи, нейробиологи и даже люди из науки. Согласно научным исследованиям, люди, которые часто медитируют, в меньшей степени подвергаются стрессовым факторам и воспалениям. У поклонников медитации концы хромосом обычно длиннее, чем у людей, которые не занимаются подобными практиками. Исследователи из Калифорнийского университета показали, что медитирующие имеют значительно более высокую активность теломеразы, чем немедитирующие. Эти выводы были воспроизведены во множестве других исследований. Особенно эффективными оказались изменения теломер, происшедшие после трех месяцев ежедневной практики медитации в течение 5-20 минут. Известные до сих пор средства борьбы со старением способны лишь облегчить ее проявление, но не замедлить и тем более не обратить вспять. Теломерная теория использования теломеразы открывает возможность искоренить проблему старения в целом, вместо того, чтобы бороться с симптомами отдельных возрастных заболеваний, чем сейчас занимается современная медицина. Такой метод одинаково эффективен, как при болезни Альцгеймера, инсультах, инфарктах, атеросклерозе, остепорозе, раке и других возрастных заболеваниях. Это означает переворот в системе лечения возрастных заболеваний, то есть появление нового подхода в лечении, лечения старости, как следствие, устранения причин для появления вышеуказанных болезней. Остается надеяться и по возможности способствовать тому, чтобы это произошло как можно скорее. А пока поддерживайте свой ум свежим, а тело бодрым, своими силами, правильно питаясь и тренируясь. Друзья, подписывайтесь на медицинский канал, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Напоминаю также, что вы можете стать спонсором медицинского канала. Это даст вам возможность бесплатной консультации по скайпу раз в месяц, ответ на ваш вопрос в первом выходящем видео, подборка народных методов лечения именно вашего заболевания. В конце описания этого видео дана ссылка, как стать спонсором медицинского канала. Еще раз желаю всем вам крепкого здоровья, до следующих встреч на медицинском канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok